Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по Python. На этом уроке мы с вами продолжим делать нашу игру Arcanoid, которую мы с вами начали делать на прошлых уроках. В этом уроке мы с вами создадим нашу платформу и научимся ей управлять влево-вправо. Итак, если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Здесь у меня уже запущен наш код с прошлого урока. Смотрите, run, runModule. Что он делает? У нас с вами по экрану движется мячик и отскакивает от всех углов нашей области. Хорошо, давайте пробежимся теперь по нашему коду. Смотрите, мы с вами заимпортировали три модуля tkinter, time и random. Дальше мы с вами создали наш объект tk, в котором определили title, игра Arcanoid, сделали, что он не может менять свои размеры по x и по y, и также задали атрибут, что он находится поверх всех окон, то есть все остальные окна лежат ниже. Также создали canvas из этого объекта tk, с такой шириной, высотой и то, что узкие границы нашего окна. Запаковали это и обновили наш объект. Отлично, он отрисовался на экране. Потом мы с вами сделали наш класс мячика. Вот он, класс bow. Конечно, на этапе инициализации мы с вами обратились к нашему канвасу. На этом канвасе создали наш мячик, create a wow, сохранили его айдишник, а также переместили наш мячик по вот этим координатам. Потом мы с вами из списка формируем случайный список случайного направления движения. И задаем в наши дельты x и y эти случайные направления движения. Хорошо. Как у нас происходит отрисовка? Отрисовка у нас происходит очень просто. Создалась отдельная функция, в которой мы перемещаем наш мячик именно по вот этим дельтам x и дельтам y. Потом считываем координаты и смотрим, если наши координаты упираются в границы нашего экрана, когда они меньше либо равны нулю, либо больше, чем по высоте, либо по ширине экрана, то направление движения меняется на противоположное. Причем вот эти перемены мы создали вот здесь вот. Идем ниже. Конечно, наш мячик создается из класса ball, цветом красный, и в бесконечном цикле происходит его отрисовка. То есть именно в отрисовке, вот в этой части функции этого класса, и происходит все его движение. Потом мы обновляем с вами экран, и выждаем какое-то небольшое время задержки, для того, чтобы наш мячик успел отрисоваться и хоть чуть-чуть побыл на экране. Чем меньше задержка, тем быстрее он летает по экрану. Так, хорошо. Теперь мы с вами готовы к тому, чтобы сделать новый класс для нашей доски. Борд. Назовем его Борд. Конечно, на этапе инициализации мы скопируем вот отсюда практически все. Почему? Потому что мы с вами тоже должны обратиться к анвасу, тоже создать не овал, а ректангл, прямоугольник, и также его переместить в какие-то координаты. Поэтому это копируем и вставляем сюда выше. Назовем это не Бол, а Борд. Доска. Наша доска. Инициализируем наш класс, обращаемся к канвасу. Конечно, цвет мы тоже задаем. Вместо CreateOвал делаем CreateEctangle. Вот так вот. Создали прямоугольник с координатами 10, 10, 25 на 25 и заливкой Color. Так как у нас с вами есть длина доски, то давайте мы ее тоже зададим в нашей переменной. Давайте зададим переменную. Пишем self.board.with и при своем значении, например, 150. И вот эту переменную, конечно, вставим сюда вместо 25. Так, мы с вами создали прямоугольник и перемещаем его на такие координаты. Вот эти координаты x и y давайте мы с вами тоже создадим. Пишем self.x равняется. Так как у нас с вами есть ширина нашей области и высота нашей области, то давайте к ним и обратимся. Конечно, перед этим мы их создадим. Так же, как в ball. Только возьмем вот отсюда. Копируем эти две строчки и вставляем вот сюда выше self.x. Вставляем. Смотрите, что у нас с вами получилось. Вот эти две переменные определяют высоту и ширину нашей области. То есть self.y напишем self.y равняется. Так, self.x и self.y. Причем, обратите внимание, в мячике это у нас дельты, да, а у нас вот здесь вот в доске мы тоже сделаем дельты. Поэтому для настоящих координат обозначим как двойная x, двойная y. Поэтому, когда мы берем по x, по x мы используем с вами ширину. Вот, вот это переменная. self.cans.with. По x размещаем по центру. Вот так, делим на два. Но у нас с вами есть еще ширина нашей доски. Вот она, длина нашей доски, да. Поэтому мы берем эту координату, вычитаем отсюда, и причем она делится пополам. Вот так вот. Для того, чтобы мы сдвинулись на пол доски влево. Хорошо. Координата y тоже берется вот отсюда, из высоты, потому что по высоте это y. Берем эту координату, и для того, чтобы вылить чуть выше, чем край нижней части окна, мы из этой координаты должны отнять, например, 40. Вот так вот. И, конечно, вот эти координаты мы уже вставляем вот сюда. Сюда x, x, а сюда y, y. Вот так вот. Обратите внимание, что у нас с вами вот здесь вот создался прямоугольник по координатам 10, 10, что дает начальное смещение. Для того, чтобы вот эти координаты точно указывали на положение нашего прямоугольника, давайте здесь сделаем 0, 0, а здесь не 25, а 15. Вот так вот. Тогда вот эти координаты будут точно указывать на координаты верхнего левого угла нашего с вами прямоугольника. Теперь давайте, конечно, так как мы класс создали, создадим наш объект. Листаем ниже, вот сюда, копируем вот эту строку, потому что все один в один, и вместо bow пишем board. Маленькими буквами bo-art, а здесь пишем большими буквами board. То есть, мы создали объект board, обращаясь к классу board, ссылаясь на canvas, и цветом не red, а, например, blue. Так, смотрим еще раз. Объект board из класса board, canvas, blue, идем выше, в инициализацию. Обратились к canvas, задали ширину доски, создали прямоугольник, сохранили его в этом айтишнике, определили высоту и ширину нашей видимой области вот этого окошка, а потом вычислили координаты x и y в положении нашего прямоугольника, и переместили наш прямоугольник в эти координаты. Давайте запустим, посмотрим, что у нас получилось. Run, Run Module. Окей. Смотрите, у нас с вами вот эта доска стала прям по центру, да, так, как и нужно. Хорошо. Теперь можем закрыть и продолжить дальше. Закрываем. Так, хорошо. Теперь мы должны с вами сделать движение нашей доски, то есть, когда она будет реагировать на нажатие клавиш влево либо вправо. Как мы помним из прошлых уроков, мы это уже делали с рыбкой. Для этого давайте откроем код с нашей рыбкой. Вот он, код с нашей рыбкой. Смотрите, если мы его запустим, то произойдет следующее. Рыбка двигается по экрану, а потом мы можем ее перемещать вниз, влево, вверх, вправо. Поэтому возьмем код прямо отсюда, чтобы не гадать, чтобы было быстро и оптимально. Листаем ниже наш код и смотрим, что мы привязались к событиям нажатия клавиш вверх, вниз, влево, вправо. Нас интересует влево, вправо, то есть canvas.bindall и вызываем вот эту функцию, причем функцию вызываем с ссылкой на название. А сама функция принимает внутри себя аргумент event. Это важно. Не забудем про это. Поэтому мы с вами давайте скопируем вот эти две команды, копим, свернем наш код и вставим их вот сюда вот после создания нашего объекта. Конечно, мы должны обратиться к нашему классу board и к функции, например, move left. Давайте напишем вот это left, а вот это move right будет. так как мы обращаемся к классу, то должны обратиться через объект, через созданный объект. Поэтому копируем board и вставляем сюда. Не забываем, что у нас с вами там еще передается событие event. Именно в эти функции. Теперь мы должны создать эти функции внутри нашего класса, чтобы могли к ним обращаться. Идем в наш класс, вот сюда в board и создадим эти две функции. пишем def название move left в скобочках конечно self, чтобы могли обращаться к нему. Запитая event событие, которое придет при нажатии на клавишу. Двоеточие. Пишем pass и то же самое копируем для right. Move right пишем вот так вот. То есть мы с вами только что сделали две функции в нашем классе board. Move left и move right. Именно в этих функциях мы будем рассчитывать положение нашей доски. И в них передаем event, который передается при выполнении вот этого события при нажатии кнопочки влево либо кнопочки вправо. Обращаемся к нашему объекту к функции move left, а здесь обращаемся к объекту к функции move right без скобок на конце. Теперь если мы запустим и нажмем влево вправо, то вызовется вот эти две функции. Смотрите, можно написать print, например, вот так вот здесь left, left preset, а сюда вставим команду print right preset, да? Пас можно уже убрать и проверить, что у нас с вами получилось. Run, run module. Окей. Смотрим, игра запустилась, нажимаем влево, смотрите, left preset, нажимаем вправо, right preset. То есть теперь мы можем написать код для нашей игры, причем наши клавиши обрабатываются вот здесь вот, прямо в этой игре. Нажимаем крестик, kill, окей, и теперь давайте будем писать. Конечно, это поставим в комментариях. Так, что нам не хватает перед тем, как мы напишем этот код? Конечно, нам не хватает функции отрисовки нашего с вами объекта на экране. Так же, как в мячике. Есть функция draw. Смотрите, она рисует мячик, причем перемещает его на дельту по х и на дельту по у. Такую функцию мы с вами скопируем, конечно, к нам. Вот сюда вот. Так вот и копируем. Обратите внимание, что мы с вами перемещаем на дельты. здесь одна х стоит и здесь одна у. Это именно дельты смещения. Так у нас смещения по у нет, то мы ставим сюда нолик. Будем перемещать только по х, либо влево, либо вправо. Теперь мы можем с вами вот эту self-x, конечно, задать. Давайте мы ее зададим. Self-x прям вот здесь в самом начале. Self-x равняется нулю. Сначала никуда не двигаемся, пока и нажмем стрелку. Давайте еще сделаем переменную. Self.speed скорость по х равняется, например, 5. То есть мы будем еще с вами учитывать скорость движения нашей платформы, чтобы она смещалась, например, на 5 пикселей влево, либо вправо при одном нажатии. Теперь при нажатии на клавишу влево, да, мы с вами self-x устанавливаем в отрицательное число скорости, умножаем на минус 1, да, то есть минус 1 умножается на нашу скорость. Вот так вот. То есть вот эта дельта стала отрицательной. Когда мы движемся с вами вправо, то мы должны просто self-speed обратить в обратную сторону. то нам не нужно использовать отрицательную скорость. Поэтому просто self-speed присылаем значение в переменную self.x. То есть в данном случае self.x будет положительным числом, а здесь оно будет отрицательным. То есть мы будем вычитать. Так, теперь давайте мы учтем вот эту нашу с вами координату self.xx координату расположения нашего с вами прямоугольника. Для этого мы с вами вот сюда при движении влево эту координату будем менять self.xx при своем значении self.xx плюс вот эту дельту. Да? Дельта в данном случае будет отрицательным. Поэтому она вычлется из этой координаты и все сохранится правильно. И такую же команду мы с вами ставим при нажатии клавиши вправо. То есть когда скорость будет положительная x будет меняться в большую сторону. Так, отлично. Наши координаты все считаются как нужно. И теперь мы можем приступить к тому, чтобы отрисовывать наш объект, вызывая функцию draw. Смотрите, вот здесь вот мы вызываем функцию draw для мяча всегда, постоянно. Но в нашем случае нам не нужно вызывать эту функцию draw прямо отсюда. Почему? Потому что мы можем ее вызывать только тогда, когда нам нужно именно сместиться. Поэтому будем вызывать вот эту функцию draw прямо вот отсюда после изменения координат. Пишем self.draw прямо из этой функции внутри класса и вызываем саму себя вот эту функцию draw. Тем самым мы не будем отрисовывать лишнего постоянно и в write тоже ее добавляем. Давайте проверим run run module. Окей. Нажимаем влево. Платформа идет влево. Смотрите, она ушла левее и левее, потому что нет проверок координат. Нажимаем вправо, идет вправо и тоже уходит правее. То есть у нас с вами теперь есть платформа, но пока что от нее ничего не отражается. Но эта платформа уже двигается. Давайте сделаем так, чтобы она чувствовала вот эти границы, если она в них упирается, то стоп, двигаться дальше нельзя. Так, нажимаем крестик. Окей. Теперь смотрите, move left, когда будет происходить движение влево, как запишем? Если, смотрите, мы с вами должны учесть нашу скорость, вот эту отрицательную, да, и учесть вот эту часть. То есть если при изменении на вот эту скорость наша координата все-таки больше равняется нулю, то мы можем сместиться влево. Если нет, то не можем. Поэтому если self-xx вот так вот плюс отрицательная скорость, да, вот так вот, и это все больше равняется нуля, да, то тогда мы можем еще с вами возможность иметь сместиться влево. Вот так вот. Давайте проверим. Run, Run Model. Нажимаем влево, двигаемся, оп, уперлись, смотрите, дальше не двигаемся, уперлись в границу, дальше не двигаемся, влево не можем сдвинуться. То же самое можем сделать для движения вправо. Нажимаем крестик, вот сюда. Так, теперь делаем то же самое для правой части, да, пишем, если наши координаты по x, смотрите, наши координаты по x, плюс будущее смещение по x, плюс будущее смещение по x, меньше или равняется, смотрите, нашей ширины экрана, да, меньше или равняется нашей ширины экрана за вычетом ширины нашей платформы, да, у нас же есть еще ширина нашей платформы, то есть сюда минус ширина платформы, Давайте сделаем вот так на весь экран Смотрите То тогда мы сможем с вами сдвинуться вправо И отрисовать наше движение Давайте проверим Run Run Module Окей Нажимаем вправо Двигаемся вправо и упираемся в границу Смотрите, дальше мы двигаться не можем Двигаемся влево, упираемся в границу Дальше двигаться не можем То есть сейчас мы с вами сделали движение нашей платформы И сделали так, что при упирании в границы Наша платформа двигаться дальше не может Так, вот он код И вот наша программа Таким образом она стала уже довольно большой уже Причем мы используем с вами классы Давайте запустим еще раз Run Run Module Так, смотрите, у нас с вами Все-таки получилась такая классная уже почти игрушка Мы можем управлять с вами платформой Влево, вправо Причем наша платформа не может выходить за границу нашего экрана Так, отлично Теперь, теперь Мы с вами можем сделать, чтобы мячик отражался от нашей платформы Но это, конечно, мы сделаем с вами уже на следующем уроке Спасибо за внимание Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Комментируйте Задайте вопросы Всем удачи в таких классных начинаниях Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok